Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы с вами распакуем вместе очередную посылку, которую я получила с сайта iHerb. Все средства, которые я заказываю там, я оплачиваю самостоятельно со своей банковской карточки. Ничего сайт iHerb просто так не присылает мне, даже как блогеру, потому что очень много вопросов на эту тему. Но все оплачиваю со своей карты. Паспортные данные очень часто спрашивают, стоит вводить при заказе. Конечно же, потому что по-другому заказ ваш не оформится. Ничего страшного в этом нет. И данные карты, и данные паспорта запрашиваются. И, в общем-то, это нормально. Итак, давайте посмотрим, что же новенького я заказала. Опять же, у меня здесь много продуктов, которые не раз повторялись уже в моих предыдущих заказах. Их я сегодня показывать вам не буду. Они так и останутся в коробке, потому что многие переживают, что одно и то же. Я считаю, что то, что я заказываю из раза в раз, это говорит о том лишь, что средства и продукты хорошие. На них стоит обратить внимание. Значит, это вкусно, если это продукты пищевые. И значит, это действенно, если это косметика. Итак, давайте начнем вот с такого чая. Опять же, про него сказать я пока ничего не могу. Это просто распаковка посылки. В ближайших роликах буду оставлять свое мнение. Отдельные будут видео на новинки с iHerb. Либо же в пустых баночках. Вот такой чай от Йоги с сладким танжерином. Я на самом деле решила заказать его просто на пробу, потому что я в буквальном смысле обожаю вот такой чай. Карамель яблоко-специи, который называется Slim Life. Очень приятный. Это чай с корицей, с ароматом яблока, с имбирем. Большое количество специй, очень приятный вкус. Я не рассчитываю на вот эту надпись Slim Life, что он сделает меня стройнее. Конечно же, нет. Для меня просто приятен именно вкус. Это чай в пакетиках. Здесь 16 пакетиков в каждой упаковке. Что еще из вкусняшек? Я на этот раз решила заказать себе вот такие вот орешки с сухофруктами в глазури. Так называемые снеки сладенькие. Вот здесь орех пекан, грецкий орех, вишня, кусочки яблока. И все это в глазури с ароматом корицы. Невероятно вкусно. Если вы любите что-то такое необычное, немножко с остринкой, то вот это очень и очень вкусно. Мне понравилось. Я, кстати, до этого брала орех пекан в апельсиновой глазури, но его не было с сушеной клюквой. Сейчас он появился на сайте, и я уже положила в корзину себе аж целых 5 упаковок. Здесь 113 граммов. Уже попробовала я по одной упаковке и такого, и такого мы съели, поэтому я высказываю уже свое мнение. И вот такая же упаковочка тоже у нас закончилась одна. Точно так же 113 граммов. Здесь уже чищенный миндаль, фисташки, вяленая вишня с черным перчиком все это, и гранат, и кусочки яблока. Ну, в общем, могу что-то не так сказать, но перчик здесь, конечно же, однозначно чувствуется. Тоже очень приятная смесь. Если вы любите миндальный орех, если вы любите фисташки, то советую попробовать. Третья упаковка, кстати, нашлась. Карамельного яблока. Вкусный чай. Вот, видите, пакетики уже пустые. В коробке у меня останутся пакеты с манго, вяленым манго без добавления сахара, который я покупаю для себя и для своих деток, в качестве лакомства, точнее, вместо конфет, которые многие детки едят просто как хлеб. И орешки макадания. Тоже здесь их несколько упаковок, жареные в сухую с добавлением соли. Тоже очень классное лакомство. И перейдем с вами к вот такому защитному крему от Солнышка. Это спрей, натуральный санскрин для тех, кто занимается спортом. Мне понравился распылитель и высокий SPF 30 для активных людей, скажем так. Крышечка поворачивается и, посмотрите, вот так распыляется, прям как пантенол. Распределяем по коже. Несмотря на то, что крем такой очень белый, легко впитывается, прям очень легко. Посмотрите, никакой белой пленки не остается. Многие кремы грешат тем, что когда высокий SPF, не распределяются они белесый налет. Здесь белесого налета нет. Поначалу, может быть, да, липковатый, но я уже попробовала, наносила его. И быстро впитывается, и вообще на коже ничего не остается. Ни песок прилипать не будет, ничего. То есть и кожа не потеет. В жару пробовала, хорошо. Насчет того, как защищает, но это я уже опробую на пляже, если там окажусь в этом году. И еще 4 продукта косметических от марки Andalou Naturals. Вы, наверное, уже поняли, что я сейчас пребываю в огромном восторге от этой марки. Опять же, эта марка ни с кем не сотрудничает, особенно со мной. Я просто ее нашла, в нее влюбилась и теперь не хочу ей изменять. Я взяла два вот таких вот... Это не пробник, это миниатюра ночного крема с ресвератролом и коэнзимом Q10. Я, кстати, пользуюсь полноразмерным кремом из этой линейки. Выглядит он вот так. Он имеет достаточно плотную консистенцию. Видите, из баночки не выливается, не вытекает, даже если я сделаю вот так. Так, он классный. У меня кожа нормальная. Немножко жирнится Т-зона и сухой лоб. Этот крем идеальный для всех зон моего лица. Сухие, отлично увлажняет. Жирный, не жирнит. В общем, супер крем. Не забивает поры, от него не образуются прыщиков. И вот эти две миниатюрки я взяла на случай, если куда-то поеду на отдых, чтобы не тащить с собой целиковую банку. Возьму вот такую миниатюрку. Здесь 12 мл и двух штук мне хватит за глаза. Хороший состав. Все мне нравится. Присмотритесь. Подходит для сухой и очень сухой кожи. Мне говорят, что на зиму будет не очень. Не знаю, посмотрим, доживем до зимы. Там будет видно, но в любом случае все кремы я использую на сыворотку с гиалуроновой кислотой. Поэтому увлажнения мне хватает за глаза. И взяла я еще две вот таких баночки. Одна из них это розовая маска, увлажняющая, питательная, которая подходит для чувствительной кожи из серии 1000 роз. У меня есть пробник этой маски, миниатюра, которая была в наборе. Я уже вам про нее рассказывала. Про эту масочку. Очень хорошая, поэтому заказала полноразмерную версию. Пластиковая баночка. Выглядит она вот так. Такой крем-сорбет. Очень приятно пахнет розочками и очень хорошо увлажняет кожу. Если вы ее будете использовать с утра, то кожа вам скажет огромное спасибо. Не остается никаких сухих участков. Когда вы наносите тональный крем, делаете макияж, то ничего не шелушится, не подчеркивает шелушение. В общем-то кожа подготовлена к нанесению макияжа. Отличная. И взяла на пробу вот такой скраб для лица. Сахарный с лимоном. Эта линейка уже идет для жирной и комбинированной кожи. Я его взяла именно на лето попробовать и себе, и маме. Вот так вот он выглядит. Очень приятно пахнет. Какой-то такой у него лимонный запах. Попробую, потом расскажу. Это было все, что мне пришло в этой посылочке. Благодарю вас за внимание. Желаю всем хорошего настроения. Если вы точно так же, как и я, любите заказывать сайт iHerb, то заходите в описание под видео. У меня там есть целый плейлист, ссылку на который я оставлю. Там очень много видео с распаковкой посылок и отдельные видео, где я уже показываю средства, которые протестировала, высказываю свое мнение. Так что, если вы мне доверяете, обязательно заходите, смотрите, пробуйте, заказывайте. Ссылки на все продукты, которые я показала вам сегодня, также будут в описании к этому ролику. Всем пока, до новых встреч на моем канале. Обязательно увидимся.